Продолжим информационный час. Смотрите сегодня в выпуске. Алматинец силой намеревался выдать замуж несовершеннолетнюю дочь за своего друга. Подробности шокирующей истории в материале нашего корреспондента. Депутаты Маслихата проголосовали за переименование столицы. Когда главному городу страны вернут прежнее название, узнавала я Мира Альжанова. Обманом завлекали в занятия проституцией. В полиции задержали трех сестер-сутенерш. Сколько человек стали жертвами сексуального рабства. Жители Атрау рискуют остаться без крова. Люди признаются, что живут в аварийном доме, который, по словам властей, не является таковым. Кто прав, а кто нет, расскажем мы через несколько минут. Как алматинским врачам удалось вернуть к жизни пациента с ожогами 80% тела? Отважная история спасения в материале Салтана Тургалиевой. Три сестры в Шемкенте организовали ОПГ. Злоумышленники занимались сутенерством и торговлей людьми. По данным МВД, 11 членов группировки обманом заманивали молодых девушек через соцсети и обещали высокую зарплату. После отбирали документы и принуждали заниматься проституцией на съемных квартирах, в саунах и гостиницах Шемкента, Тараза и Туркестана. Полицейский сообщает о 14 жертвах. Среди них шестеро несовершеннолетних. Всех их заставляли принимать наркотики, подвергали насилию и накладывали штрафы. Девушки, чтобы успокоить родителей и родственников, говорили, что подрабатывают няньками. Доход, полученный группой преступным путем, составил около 150 миллионов тенге. По данному факту проводится досудное расследование по статьям создания и руководства организованной преступной группы, а равно участие в ней, торговлю людьми во влечении занятий несовершеннолетних, занятий проституцией, притон несодержания и сводничества. Все подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Самосуд над закладчиками наркотиков устроили подростки в Актал. В сети распространяется видео, на котором предполагаемому курьеру наносили удары по рукам и голове. Парня заставили положить руки на камень, после чего били предметом, похожим на самодельную булаву. К цепи был прикреплен металлический шар. В полиции заявили, что потерпевших и подозреваемых установили и задержали. Тем, кто наносил увечья, грозит наказание по статье хулиганства. В случае, если причастность потерпевшего к закладке наркотиков подтвердится, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. Алматинец хотел насильно выдать несовершеннолетнюю дочь замуж за своего друга, чтобы тот сделал ее второй женой. Такую шокирующую новость в эксклюзивном интервью нашему телеканалу сообщила мать девочки. По ее словам, супруг попал под влияние деструктивного течения. И это далеко не единичный случай по всей стране. Истории женщин, которые стали заложниками и жертвами своих религиозных возлюбленных, в репортаже Дамира Анитова. «Некогда набожный, добрый и отзывчивый супруг в одночасье превратился в агрессивного и хладнокровного человека», рассказывает Алматинка. В условиях анонимности женщина поведала, что, казалось бы, следовавший по пути истины, ее любимый человек вмиг заблудился в псевдоубеждениях. С тех пор он начал кричать, заставлять и применять силу. «Когда он вставал на утренний намаз, он буквально пинком будил нашего сына, выкидывал с кровати, заставлял читать молитвы вместе с ним. Говорит, что последователи тоже так делали. Запрещал общаться с родственниками и меня бил. Мы развелись им четыре года назад. У нас трое детей». Спустя время женщина поняла. Супруг попал в ловушку религиозных фанатиков. Он активно критиковал местных имамов, власть и игнорировал каноны традиционного ислама. Но самое страшное было еще впереди. «Он угрожал мне постоянно. Говорил, возьму еще пару жен, мол, это разрешено по нашей религии. Однажды он просто поверг меня в неописуемый шок. Он заявил, что хочет отдать нашу 16-летнюю дочь своему другу, чтобы тот сделал ее своей женой. Какой человек и отец это скажет в здравом уме? После этого мы окончательно разорвали с ним все связи и практически не виделись». Бежала вместе с ребенком от супруга, который предпочел традиционному исламу нетрадиционное течение, жительница Акмолинской области. По ее словам, муж ежедневно смотрел сомнительные ролики в интернете, пока окончательно не увяз паутине лживых идеологии псевдопроповедников. Такие нравоучения, которые неизвестны. Они вписываются в каноны традиционных религий, не только разрушают семьи, но и угрожают всему обществу. Так считает опытный теолог Руслан Хайергельде. По его словам, многие материалы и статьи в интернете про вероубеждения кажутся верными и привлекательными. Но это далеко не так. Век цифровизации, они тоже не отстают, они модернизируются. Мы сегодня наблюдаем, что даже в ТикТоке, в ТикТоке тоже Ринат Абумахаммад сейчас звезда. То есть он затрагивает всякие актуальные вопросы и с точки зрения своей же идеологии отвечает на вопросы людей. Не только на вопросы отвечает, но и также ведет свою пропаганду. То есть мы видим, что когда-то она была запретной, снимается на фото, видео. То есть сегодня даже в социальных сетях, в интернете, в пространстве они есть. Я бы даже сказал, больше они очень активны. С этим согласна и глава фонда «Не молчи» Дина Смаилова. Говорит, что деструктивный контент стал вирусным, который распространяется очень быстро. И бороться с ним даже высококвалифицированные имамы не в силах. В подтверждение своих слов она приводит нерадужную статистику. У нас, например, может в день поступить до 40 сообщений от женщин. 90-80% поступают обращения женщин по бытовому насилию, которые связаны. Вот и делайте выводы. От 10 до 40 сообщений в день. У нас за год более 10 тысяч обращений уже было в этом году. И вот считайте, что каждый второй намазкан. Каждый второй. С начала года в управление по делам религии Алматы обратились две женщины. Им оказали психологическую помощь и временно разместили в реабилитационном центре. С их заблудшими супругами сейчас работают теологи. Специалисты призывают всех, кто столкнулся с подобной ситуацией, сразу обращаться в уполномоченные органы, чтобы спасти тех, кто сбился с верного пути добра и милосердия. Дамир Анитов, Сагантай Мунгайт Пасов, телеканал Алматы. Жамбулские полицейские предотвратили вооруженный конфликт с участием 8 человек. Люди намеревались выяснить отношения на территории местной АЗС, но на место оперативно прибыли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции. Они оцепили территорию автозаправки, а участников инцидента задержали и обыскали. У задержанных изъяли охотничье ружье. В ходе предварительного следствия были установлены 8 человек. По данному факту начато досудебное расследование. По статье 287, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Значит, незаконное хранение и перевозка оружия. Зазначены все необходимые экспертизы. В Костанайской области арестовали главу лесхоза. По информации прокуратуры, под следствием находится все руководство Басманского учреждения лесного хозяйства. Как заявили в надзорном органе, крупный пожар с разрушительными последствиями возник по причине злоупотребления должностными полномочиями. Напомню, сильные пожары в Аулия-Кольском районе, вспыхнувшие 2 сентября, уничтожили 43 тысячи гектара леса. Один человек погиб, еще 12 пострадали. Стихия уничтожила 91 дом. Жители нескольких районов эвакуировали. Сейчас для них возводятся новые жилые объекты по поручению президента. Депутаты Маслихаты поддержали переименование главного города страны в Астану. Сегодня состоялись общественные слушания по вопросу возвращения прежнего названия столицы. Сама процедура состоит из нескольких этапов. Подробнее о них в материале нашего столичного корреспондента Мира Альжановой. Порядок переименования столицы состоит из нескольких этапов. Общественное слушание и вынесение вопроса на внеочередную сессию Маслихата. Это лишь одна из стадий целой процедуры. Поэтому и говорить о переименовании главного города страны еще рано. После наших заседаний принятия решения положительного либо отрицательного будут заседания в Республиканской аномастической комиссии. После этого документы будут направлены в правительство. Они внесут проект указа на подпись президенту. После официального выхода указа в случае его подписания можно будет говорить о полноценном переименовании столицы. Сегодня на общественных слушаниях присутствовали 25 депутатов из 31. И все они, как заявил Ирлан Каналимов, готовы принести извинения горожанам за свое решение в 2019. Именно тогда депутаты поддержали инициативу о переименовании столицы. Все-таки народное мнение, обращение, все-таки то, что президент говорит, слышащее государство, дошло до власти. И я думаю, правильно поддержали и правильное решение принимаем мы сейчас вместе с народом. Возвращаем название Астана. Решение переименовать столицу поддержали и сами жители. По их мнению, Астана – это уже состоявшийся и узнаваемый бренд. Я только за переименование. Ну, я сама родом с Астаны. И я считаю, что изначально какое название было. Астана же – это бренд. И думаю, что этот бренд нужно поддерживать. Без вариантов Астана. Астана лучше звучит. И все привыкли. На изменение названий, вывесок, бланков и печати три года назад потратили около 30 миллионов тенге. По данным Гурмаслихата, в этом году сумма затрат будет намного меньше. Ведь сейчас все госорганы 100% перешли на цифровой формат документа оборота. Мир Альжанова, Нурлан Тигенов, Ринат Утеев, телеканал МТН, Нурсултан. Прекратить конфликты и кровопролитие во всех уголках мира призвали религиозные деятели. В столице завершился седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий. Его участники подписали итоговую декларацию. В ней они обратились к главам правительств и международных организаций. Подписанты отметили, что экстремизм, радикализм, терроризм и другие формы насилия не имеют ничего общего с религией и должны отвергаться. Собравшиеся выступили в защиту прав женщин за повышение их социального статуса. Декларация будет распространена в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Принципы, содержащиеся в ней, могут распространяться на всех региональных международных уровнях для учёта во всех политических решениях, законодательных нормах, образовательных программах и СМИ во всех заинтересованных странах. Также в декларации отмечено, что участники, заинтересованные собраться в столице Казахстана в 2025 году на следующем съезде, закрыл работу форума президент Казымжимар Тукаев. Он выразил надежду, что духовные лидеры помогут преодолеть разногласия современного мира. У всех нас одна цель – это установление гармонии цивилизации, укрепления мира и стабильности. Я убеждён, что духовные лидеры могут и внесут свой вклад в преодоление разногласий и разночтений современного мира и достижение большего благополучия и благосостояния для всего человечества. Вы смотрите новости. Далее выпуски. Как алматинским врачам удалось вернуть к жизни пациента с ожогами в 80% тела? Отважная история спасения в материале Салтана Тургалиевой. Жители Атрау рискуют остаться без крова. Люди признаются, что живут в аварийном доме, который, по словам властей, не является таковым. Кто прав, а кто нет, расскажем мы через несколько минут. Продолжаем выпуск. Алматинские врачи чудом спасли пациента, получившего термический ожог в 80% поверхности тела. Тяжёлую травму мужчина получил во время строительства колодца. В 4-ю городскую клиническую больницу его доставили в крайне тяжёлом состоянии. Об истории спасения едва не закончившейся трагедии. Репортаж Салтанат Нургалиевой. После операции, реанимации и нескольких месяцев реабилитации 29-летний Нурсултан Садуакасов готовится к долгожданной выписке. Отойдя от того ужаса, мужчина говорит, он будто заново родился, не без помощи медиков. Приехал в село Узанагаш к своему брату. Хотел помочь со строительством колодца. Работал с болгаркой, как вдруг искра попала на одежду. И огонь перекинулся по всему телу. Брат быстро начал тушить огонь на мне водой. Хочу выразить огромную благодарность всем врачам. Спасибо, что спасли мне жизнь и поставили на ноги. На восстановление ушло 80 дней. Именно столько Нурсултан Садуакасов находился под наблюдением врачей. В день происшествия, когда его привезли в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь боролись реаниматологи, комбустеологи, кардиологи и не только. Специалисты признаются, что с такими тяжелыми ожогами люди обычно не выживают. 27 июня к нам в клинику поступил пациент в крайне тяжелом состоянии. С диагнозом термический ожог на площади 80%. Из них 35% глубокого ожога. Второй, третий А, третий Б степени. Головы, туловище, шеи, верхних и нижних конечностей. Была выполнена в реанимации операция ранняя некректомия. С последующим закрытием этих дефектов после операции искусственной кожей. На этом лечение не заканчивается. Дальше пациента ждет длительная реабилитация и лечение ожоговых рубцов. Постепенно пересаженная кожа начнет заживать, заверяют медики. Это противоожоговая кровать. Именно на ней провел Нур-Султан 43 дня. Кровать наполнена песком. Внизу расположен компрессор, который подогревает воздух. К слову, температура кровати регулируется через этот пульт. Пациент, будучи на данной кровати, находится словно в невесомости. На ней не образовываются пролежные и при этом подсушиваются ожоговые раны. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. В стационарном лечении он не нуждается. Сегодня мужчина едет домой. Там его ждут двое маленьких детей, любящая супруга. И родные стены, которые, как говорят, помогают. Салтанат Нургалиева, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Жильцы одного из общежитий в Итарау требуют от местных властей снести объект. По их мнению, дом аварийный и оставаться в нем небезопасно. В городском Акимате пообещали расселение, однако потом решили провести термомодернизацию. Это процедура по выявлению слабых участков и теплопотерь в здании. Такой исход жителей не устраивает. В квартирном вопросе разбирался Максим Козлов. Этому общежитию чуть больше 40 лет. Возраст для здания небольшой, однако состояние ужасное. Трещины по стенам и потолку, сырость в квартирах и плесень под обоями. Мы живем в 13 квадратных метрах. У нас с мужем трое детей. Для семьи из пяти человек это ужасные условия. На четыре квартиры один туалет, одна кухня, одна ванная комната. Почти все комнаты имеют площадь 13 квадратов. На первом этаже таких восемь. Жить здесь приходится и детям, и старикам. Идти некуда. Здесь много пенсионеров. Наше положение и состояние как будто никому не интересно. Мы просто хотим переселения, так как жить в таком доме невозможно. Со стороны властей ответ пока один. Нужна экспертиза. Только она поможет установить, что дом аварийный и не подлежит восстановлению. В 2017 году уже было техническое освидетельствование. Прошло уже шесть лет. Я думаю, что мы можем провести новые. Начнем с фундамента и каждую часть досконально проверим. Решение будет вынесено только после всех законных процедур. Всего в общежитии 102 комнаты. Все люди, которые там живут, пока останутся в доме, несмотря на то, что он сыпется и трескается. Как минимум такая ситуация продлится до конца года. Максим Козлов, телеканал Алматы. Итоги весеннего призыва и вопросы организации осенней призывной кампании обсудили в Алматы. На сборах с участием заместителя Акима Гурада, председателя призывной комиссии Оскара Амрина, представителей городского департамента по делам обороны и департамента организационно-мобилизационной работы и Генштаба вооруженных сил страны была дана оценка проводимой работе комиссии. Вместе с тем участники встречи рассмотрели вопросы формирования уличного состава местных органов военного управления, антикоррупционной культуры и последствий правонарушения. В Алматы прошел командный турнир на Кубок города. Во дворце спорта имени Балуана Шулака собрались несколько команд, чтобы посоревноваться в различных единоборствах. Вольная борьба, тейквондо и хазахшакурез. Спортсмены выступали в семи весовых категориях. Несмотря на индивидуальное выступление, зачет шел командный. Победители ждали ценные призы и подарки. Городской турнир проводится в преддверии праздника. В каждой команде по семь человек. Все они в разных весовых категориях. За первое место победителей ждет хороший денежный приз. Больше половины от общей численности мужского населения Казахстана имеют проблемы репродуктивной функции. Об этом стало известно на Республиканском конгрессе мужской здоровья с участием ведущих специалистов страны. По словам экспертов, проблемы со здоровьем по мужской части может вызывать целый ряд факторов, в их числе экология, психология и, в частности, стресс. По данным ВОЗ, такая проблема сегодня актуальна для всего мира. На конгрессе лучшие отечественные урологи и андрологи поделились своим опытом лечения тех или иных мужских недугов. К слову, доклады экспертов были сохранены для дальнейшего использования в качестве методических пособий для или справочников. Эталон является, конечно, западной подходой, западной медициной, потому что тогда можно работать очень высокотехнологично. Но эти технологии уже пришли в Казахстан, и они бурно развиваются, но одни развиваются, вторая, другие развиваются, в Астане, третья развивается, в Алма-Ате. И вот наша задача объединить их всех. Это был последний материал выпуска. Делиться интересными новостями вы можете, позвонив по редакционному номеру 275 2048, а также отправлять смс-сообщение на наш WhatsApp 837 046 33 33. На этом все. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok